Ну а мы давайте будем говорить про заготовки и все-таки пришло время поговорить уже со специалистом в студии. Потому что мы говорим, насколько полезна вся эта тема заготовки, консервация. Да, казалось бы, вот что-то бабушкина, баночка огурчиков, это всегда хорошо, это с любовью. Но с другой стороны, как оно влияет на наш организм, у всех бабушек сразу просим прощения, мы все понимаем, мы вас любим. Но хотим знать, что скажет на это нам специалист, правда же? Да, Роксана Бондаренко. Да, Роксана Бондаренко диетолог и нутрициолог. Да, нутрициолог это специалист, сразу скажем, который по микроэлементам, которые должны быть распределены в течение дня у человека в рационе, правильно понимаешь? Да, совершенно верно. Да. И вот мы у вас хотим спросить, скажите, пожалуйста, наши традиционные вот эти вот заготовочки, которые у нас уже тут прямо представлены. Да, все очень вкусно у вас выглядит, но я отношусь к тем процентам, которые не готовят и практически их не едят. Угу, посчитаем вас в нашу статистику. И так, и тогда... Почему? Почему я тоже сразу, почему? Да, ну, во-первых, консервы телесно-сладкие и соленые. Соленые, которые сейчас вот очень интенсивно все заготавливают, содержат очень большое количество соли. Для чего мы солим? Да, чтобы все бактерии погибли вот в этой вот баночке. Погибает не только бактерии, но и мы с вами, соль даже человеческого организма, это... Ничего хорошего о ней сказать не могу, и чем меньше вы будете употреблять, тем будет лучше. Второе, это термическая обработка. При термической обработке, ну, почти все полезные свойства теряются. Клетчатка, микроэлементы, макроэлементы, ну, то есть, лучше свежая кушает. Нет, получается, да, от полезного у нас. Да, и вот еще тоже какой есть факт, есть бактерии, да, которые живут при кислороде аэробной и аэноаэробной бактерии, которые вызывают такие, ну, почти паралич, поэтому есть баночки, я не рекомендую. Сейчас наше старшее поколение, что какой паралич, какой паралич, что вы говорите, наговариваете нам, а, Роксана? Все же нет, не ничего. Какой-то микроэлемент, что? Да, то есть, ну, нужно, конечно, качественно промывать, качественно термически обрабатывать, потому что, если там чуть-чуть промыл, то это будет... Ну, хранение, да, тоже имеет значение. Не посягайте хотя бы на святое, квашеная капуста. Да, вот квашеная капуста, если она квашеная, без уксуса, то она очень полезна для людей, у кого есть запоры, то есть, она, это клетчатка, витамин С, который помогает опорожнению кишечника, ее можно есть тазиками. То есть, все начинает работать. А что вообще тогда лучше делать с фруктами и с овощами на зиму? Вот, хороший вопрос, да. Лучше это их сушить, лучше их правильно сохранять в плане, например, яблочек, да. Сейчас у нас изобилие интернета, ресурсов, да, как это сделать. Купить зимой тоже можно. То есть, консервы изначально для того создавались, да, чтобы хранить без холодильника, сохранять на дольше продукты. Сейчас у нас необходимости в этом нет. То есть, мы можем купить, сохранить и кушать зимой свежие продукты. То есть, замораживаем все подряд и... И сушим. Сушим. Квасим капусту. Квасим капусту, может, без уксуса. Сушим, ну, это понятно, да, нашим классическим способом. И вот, подождите, а варенье? Варенье, что... Сахар получается. Да, то, что именно правильного питания продукты такие, конечно, лучше минимизировать и есть лучше, то есть, свежее. Варенье, конечно, я люблю. Я люблю морсы. Я не хотел спросить. То есть, те продукты, которые можно подстластить. Кто или не любит пить воду, мы советуем делать морсы, то есть, немножко разводить. Потому что вода очень важна, а вкусная вода, это приятно. И лучше, чем газировки. Ну, может быть, что-то, я не знаю, какой-нибудь топчик полезных, не знаю, заготовочек таких на зиму. Которые, да, которые более-менее, как вы говорите... Ну, что вы все же советуете, да. Самое нормальное, оптимальное, которое можно есть, ну, как бы, в больших дозах. Ну, вот советую, конечно же, квасить капусту, это самое главное. Раз, квасить капусту, раз. И фрукты, и овощи, да, ну, вернее, даже фрукты, помидоры вялить и сушить. А, вяленые помидоры. То есть, при сушке не теряются ни микроэлементы, клетчатка сохраняется, да. То есть, если ягоды вы будете сушить, а даже не морозить, то они будут сохранять большее количество полезных свойств. Ну, получается, что вяленые помидоры и капусточка, все? Ну, а фрукты, фрукты, ягодки сушеные, да, компотики, тем более можно говорить. А, ну, четыре компотика, да. Скажите, как нутрициологи относятся к заграничным фруктам? Например, вы считаете, что полезнее то, что у нас здесь растет, или все-таки вот бананы, апельсины, что-то тоже нам приносят? Конечно же, человек, он адаптируется к местной среде, и полезнее есть то, что растет у нас. То есть, продукты очень часто вызывают диарею, спазмы, которым мы не приспособлены. Поэтому бывает, что ты уезжаешь в другую, ну, за границу, да, и там у тебя вызывается, ну, непонятное еще самое существо. А картошка? А картошка? Подождите, вот наша-то сибирская картошечка большая, красивая. А что с картошкой? Картошкой в Африке картошка? Это и суть вопроса. А что с картошкой, да? Мы своим пациентам, конечно, стараемся ограничивать картофель, поскольку это углевод и большое количество крахмала. Если вы будете готовить картошку all dente, так называемую, то есть чуть-чуть сыроватую, она будет намного полезнее, чем тот крахмал, который в картошке, которая уже там разварилась, и пюрешечка. А я еще слышала, что картошка картошки рознь, та, что вот мы весной, уже перед летом, и та, которую мы сейчас накопали, это разные картошки. Ну, молодая картошка. Да, Наталья, совершенно верно, то есть, когда картошка уже начинает прорастать, ее нельзя есть, потому что в ней уже вырабатывается. Ну, тема такая интересная, девчонки, все так все интересные, заготовки ели, да, я уже, у меня уже слюки потекли. Сарказм, я слышу, что? Да, Роксана Бондаренко, диетолог, нутрициолог, которая с нами поделилась все-таки моментами, связанными с консервацией.